МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Это программа Бона Пяти. Сегодня у меня в гостях Людмила Соколова, человек, который заставил повернуться абсолютно всех членов жюри на шоу «Голос к себе». И я уверен, что если бы она пришла не с песней, а со своим рецептом, то они бы повернулись еще до момента, когда она начала бы петь, потому что этот бы аромат разнесся. Но, с другой стороны, может быть, это я выдаю какой-то сразу же бонус тебе, потому что я-то еще не попробовал, я же не знаю. Но как-то почему-то уверен, что все будет отлично. Спасибо, я надеюсь. Спасибо. Всем привет. Люда хочет войти, хотя она уже вошла в нашу студию. Если у повара настроение плохое, лучше к плите не подходить. Ее сама Алла Борисовна Пугачева настоящей жемчужинкой называла. А мы, наконец-то, у себя дождались. Чувствую себя в королевой кухне. Осталось спеть да аппетитно поесть. Люда хочет войти, Люда хочет войти, Люда. Ведь здесь все как дома. И компания душевная, и разговоры откровенные, и рецепты простые, и готовятся от души. Для начала вопрос. Сколько раз удавалось готовить вот именно этот рецепт, с которым ты сегодня пришла? Очень много раз в жизни, так как у меня четверо детей, и мне приходилось это легкое блюдо. Я сразу говорю, что это очень легкое блюдо, его приготовить легко, и на вкус оно очень легкое. Для тех, кто хочет похудеть, полезно. И вообще для всех, для взрослых, детей, его очень все любят. Что это будет? Многие говорят, я угадаю эту мелодию буквально с одного блюда. Ну, когда мы видим такое количество, мы сразу видим, что это, конечно же, будет суп. Суп. Естественно, это будет суп с фрикадельками вермишелевой. Итак, я раздаю дощечки. Единственное, что мы приготовили заранее, это скопили немножко электричества и нагрели нашу воду, которая еще продолжает греть. Да, сейчас она должна закипеть. Воды у нас 3 литра. 3 литра воды. 3 литра воды. Кипятим в кастрюле. 3 литра воды, это на сколько литра? Ну, это на целую семью. На целую семью. На один день или можно еще позавтракать на следующий день? Вы знаете, я бы не рекомендовала по второму разу кушать это блюдо. То есть желательно есть его свежим. Поэтому и вообще любое блюдо нужно кушать свежим, потому что ходят витамины, и в холодильнике там все это уже по-другому перерабатывается, замораживается. А уж потом, когда микроволновка все это еще разогревает. Мы снова это едим в непонятном виде. Я за то, чтобы все было с витаминами, оставалось как можно свежее и как можно первозданнее. Поэтому вот все, что мы варим, это в большом количестве варим картошку. А все остальное у нас варится совсем чуть-чуть и пережаривается буквально несколько минут. Прекрасно. С чего мы начинаем? С картофеля. С картофеля. Мы режем картофель. Картофеля у нас немного, буквально 300 граммов. Мы его режем. Можем кубиками, можем соломкой, по-разному, как кому нравится. Мы будем резать так, как ты привыкла, потому что сегодня мы готовим исключительно так, как любишь ты. Я люблю кубиками. Чем ты себя развлекаешь на кухне, помимо того, что готовят? У тебя какие-то есть там? Вообще, вы знаете, я давно усвоила, что любой повар, какой бы он ни был, много раз готовящий блюдо, ну, такой профессиональный повар, либо просто любитель повар, он обязательно всегда должен все готовить с хорошим настроением. И если у повара настроение плохое, лучше к плите не подходить, потому что любая мысль, она фиксируется продуктом и запоминается им. Поэтому, когда мы кушаем, мы кушаем все эти наши мысли плохие. Почему говорят человек, то это то, что он кушает, то, что он смотрит и то, что он читает. Поэтому кушать лучше продукты с правильными мыслями. А ты знаешь, что даже коровы дают особое молоко, они до этого чуть получше, и мясо у них становится лучше, когда им классическую музыку ставят. Вот что нужно слушать, чтобы еда получше? Вот по поводу коров я не знаю, я вообще выросла в деревне, и с самого детства, с 7 месяцев я росла в деревне, и 16 лет я была с бабушкой и дедушкой. И поэтому, конечно, коров я насмотрелась, как никто другой. Я кормила их из рук хлебом ржаным, я приносила им солому, я эту солому делала в огороде, косили мы траву вместе с бабушкой и дедушкой. Поэтому я приучена к труду и знаю, что такое действительно коровы. Ну, картошку мы все нарезали, теперь, как и планировали, ее первую туда в воду. В кипящую воду. В кипящую, не соленую воду. Не соленую. Не соленую. Ох, осторожненько. Вот здесь стоило бы добавить фразу. Детям это готовить не рекомендую. Или фразу, мужик, помоги. Да. А так как я в душе ребенок, я не всегда справляюсь с этим. Есть. Все. Практически вся картошечка нам пригодилась. Накрываем крышкой, но не сильно уже, не плотно. Закрываем, чтобы оставить место, чтобы она поварилась и не укипала вода. Итак, музыку. Какую же нужно слушать, чтобы еда готовилась хорошо? Разную. Какую-то легкую, мне кажется. Что-то из... А может быть танцевальную, чтобы и все резалось. Ну, вот вы знаете, я уже провела эксперимент. Когда я занимаюсь дома уборкой или каким-то таким делом по хозяйству, мы всегда включаем быструю музыку. Действительно танцевальную. И так быстрее получается. Просто как-то энергичнее. Ремиксы на твои песни. Да, ну, например. Скоро, кстати, будет ремикс на мою новую песню. А уже она появилась. Она скоро будет на всех радиостанциях. Песня называется «Люда хочет войти». Такой смешной ответ на песню «Вите, надо выйти». Ну, и на данный момент времени у нас уже снят клип. И этот клип уже ротируется. Клип довольно необычный, могу я сразу же сказать. Ну, да. Там такая просто актриса. Наталья Путятина, которая у нас звезда КВН снималась в этом клипе. Она из Великого Новгорода. И мы решили ее пригласить, потому что эта персона, конечно, очень забавная. Очень красиво у нее получилось сняться в клипе. Очень смешно. Так, а кто помогал? Кто помогал? Александра Чукненко, главный режиссер этого клипа. У нас была целая большая команда. Мои пиарщики, мои помощники, мои друзья. Очень собралась интересная команда. А вот когда только идея появилась... Идея была моя. Идея была твоя, да. Но первым, с кем ты посоветовалась и вообще подумала, что-то меня потянуло туда, вот я не знаю, нужно ли. Первый, конечно, был мой муж. Да, я ему рассказала об этой идее. Он говорит, должно здорово получиться, давай попробуем. А потом я уже рассказала главному режиссеру Саше Чукненко. И она поддержала идею. И мы решили снять вот такой комедийного жанра клип. И пригласили Наташу Путятину. Это была уже идея Саши пригласить эту девушку на съемки в клип. И решили снять такой действительно смешной клип с элементами фильма, где у нас идут отклонения на диалоги, на монологи. И песня периодически прекращается. Ну, сейчас это уже нормально. Такой немножко почерк Ленинграда, да? Ну, да, да. Многие сравнивают нас уже в этом клипе с группой Ленинград. Но это нормально. Но это самое плохое сравнение. Это абсолютно нормально. Почему бы и нет? Да. Так, что у нас? Так, сейчас мы будем резать лук. Лук. И натирать на терке морковку. Вот у нас фарш. Говяжий и из индейки. Мы его смешиваем. Нам нужно посолить уже воду с паркнофелем. Чувствую себя королевой кухни. Тебе как кажется, это круто, то, что тебе удалось пожить в деревне, провести там такое количество времени? Много или ты вынесла оттуда? Я считаю, что это очень здорово. Это очень серьезная практика в моей жизни. Потому что человек должен иметь фундамент внутри обязательно стержень. Обязательно. Без этого стержня никак. А формируется этот стержень, мне почему-то кажется, что именно в деревне. Потому что ты приучаешься к порядку, ты приучаешься к хозяйству, ты можешь абсолютно все. Привыкаешь к природе. Ты знаешь жизнь, знаешь, что такое жизнь изнутри и вообще, как это делать со своими руками. И, конечно же, ты просто настолько закален вот этой жизнью, что когда ты выходишь в более такие простые обстоятельства, тебе пригождается абсолютно все. Вот все, что у меня было наработано с момента детства, это все мне очень пригодилось. Итак, а у тебя муж часто готовит? Нет, очень редко. У меня папа готовил очень часто. Мама готовит, но не очень это любит. Поэтому и говорю, что лучше с хорошим настроением это делать. Но мы в любом случае любим такую простую еду. Мы любим есть гречневые каши, что такое очень совершенно простое, что не нужно долго готовить и мучиться у плиты. Вот, поэтому я и выбрала сегодня приготовление вот такого супа. Вот мы посолили. Сейчас она немножечко еще поварится, картошка, и можно будет нам поджаривать морковку и лук. Ну, а с другой стороны, у тебя же к еде не везде такое отношение, что чем проще, тем лучше. То есть в ресторанах или где-то за границей ты наоборот, наверное, хочешь? Я прихожу отдыхать от готовки, конечно же, потому что в ресторанах все так красиво, интересно подают, за тобой ухаживают. Ну и просто сервис на высшем уровне. Особенно вот в итальянских ресторанах. А если так случилось, что сервис подкачал, а в итальянской пицце найден волос, то будет драка. Такого не может быть, я просто знаю, куда я иду, поэтому прежде чем выбираю место, куда пойти отдохнуть, я об этом много узнаю и читаю. А если за границей, а если на гастролях, короче говоря, пока ты мне не ответишь, будешь ли ты скандалить в ресторане или нет, я не отстану. Нет, скандалить я не буду. Ты прямо и мама не строгая, да? Ну, я бываю строгая, потому что за дел я ругаю. Иногда воспитываю, но вообще стараюсь давать свободу детям, потому что у них обязательно должна быть свобода выбора. Если они хотят чем-то заниматься, тем, чем они хотят заниматься, я имею в виду, хотят танцевать, рисовать, петь. Конечно же, очень хочется развить в них все, что можно только развивать, потому что если в ребенке есть некие задатки, то их обязательно нужно развивать, я считаю. Далее в программе. Певица Селин Дион, она настолько бережет свой голос, что, по-моему, у нас сварилась картошка уже, Слав. Почему я и говорю, что очень легко все и быстро. Супчик жиденький, но питательный. Будешь худенький, но пузатенький. Нам нужно посолить фарш, поперчить его немножко. У меня руки просто мокрые. Слав, спасибо большое. Итак, посоли. Ура! Вот перчик. Только немного, все-таки мы русские. И размешать. Чтобы уже было вкусно. Итак, мы будем лук с морковкой обжаривать. Я вообще всегда все не досаливаю, Слав. Я предупреждаю. Я тоже не досаливаю, поэтому точно будет все хорошо. Наверное, это к лучшему, потому что очень соленое вредно, и очень перченое тоже вредно. Кстати, хотела сказать тем, кто поет, что очень много перца и злоупотреблять вообще острым вокалистам нельзя. О, как! Нельзя, потому что меняется звук, очень сильно меняется звук. Это непосредственно перед выходом на сцену нельзя есть? Желательно, да. Желательно шоколада не кушать, вообще газировки не пить, не игры с семечки, не есть мороженого и вообще не есть перченого. Если мы заболели, у нас вообще все не работает, выходит из строя весь аппарат певческий. То есть к себе нужно относиться значительно... Ну да, да. Вот желательно... Вы знаете, вот певица Селиндион, она настолько бережет свой голос, что, по-моему, у нас сварилась картошка уже, Слав. Все, нам уже нужно будет сейчас поджаривать морковку. Я уже разогреваю сковородку. Нам лук тоже нужен и морковка. Мы все смешиваем. Лук есть. Еще чеснок нужно порезать. Мы режем чеснок и все это вместе поджариваем на сковородке. Маслица наливаем туда растительного. Налили. Да, Селиндион, она ни за что не будет петь, если у нее что-то не так с горлом. Она посещает часто фонеатров, она следит за своим горлом, она полоскает горло каждый день специальными составами. И она... Для нее это... Ну, я не знаю, для нее это все. Вся ее жизнь, деньги, все, чем она живет. Ну, а есть некоторые певицы, которые проспиртовывают голос, прокуривают его. Не поют при этом. Нет, не поют. Нет, не поют. Они потом рано заканчивают. Я вот такой человек, наверное, скучный для многих, потому что я никогда не пробовала сигарет, никогда ничего не пила, ну, разве что на праздник попробовать там какое-то шампанское и слегка коньяка довело. Нет, я не такой. Да. Я не такой, скажу сразу же, но меня всегда волновал один вопрос. Мне было интересно, как меня родители так воспитали, что мне тоже никогда не хотелось ни курить, ни чего большего. Как? Как? Вот ты уже задумывалась относительно того, как донести это до своих детей? Вы знаете, однажды ко мне пришел средний сын, он учится, закончил два курса музыкального нижегородского училища по классу дежур хоровик. Он пришел и говорит, мам, хочешь, я тебе анекдоты расскажу? У заботливой мамы сын пьет, курит, сильно ругается, но в шапочке. Я отношусь к той самой заботливой маме, в которой все дети в шапочке, в шарфиках. Я боюсь, как бы они не простудились, всегда об этом забочусь. Но что касается, вот, как научить, как ты говоришь, Слав, не привыкать к вредным привычкам. А, да, да, как избежать? Я не знаю, у каждого человека свой путь, и каждый должен либо попробовать что-то. Мы, кстати, вот поджариваем морковку, лук и еще немножко чеснока добавляем туда. Может быть, самый главный рецепт всего этого в том, что нужно исключительно своим примером показывать? Рано или поздно придут, к примеру, того, кто находится рядом. А уж тем более, к примеру, у мамы сам Бог любил, наверное, приходить. Ну, не всегда во всех семьях так случается. Кто-то и не прибегает к этому примеру, поэтому в моей семье пока все в порядке. Прекрасно. Так. Фрикадельчики? Да, и делаем фрикадельчики. Мы посолили, поперчили, добавили туда лучок. И теперь делаем такие кругляшки. Вообще, детишки очень любят делать фрикадельки. Они помогают мамам готовить обычно. Вот нравится им раскатывать вот такие круглые фрикадельки. Я раньше, кстати, с дедом лепила пельмени в детстве. Огромные пельмени, которые сейчас уже и не продаются. Да, да, да. Такие настоящие. Настоящие. Которые вот так не закручивают. Их просто делают большими. Ага. Да, и потом варят уже. И туда добавляют соль, перец, все, что хотят. Но кушали мы их всегда. Вот я знаю, что в Украине их кушают обычно со сметаной. Ну, вот как в фильме, помните, да? Да, да, да. Когда они сами взлетают из тарелочки и падают прямо в рот. Многие мечтают, чтобы так было. Ну, а вот непосредственно мы вот кушаем их со сливочным маслом. А сейчас вот какими действиями вы занимаетесь со всей семьей, чтобы вот, чтобы были все вместе заняты? Вряд ли готовите до пельменей. В основном, наверное, больше слушаем музыку, что-то обсуждаем. То есть это выход на концерт? Или это дети? Сегодня 8 часов. Нет. У мамы новая песня. Все будем слушать музыку. Нет, нет. У нас больше творческие обсуждения вот такие совместные какие-то. Я что-то показываю, новую песню или какой-то клип, который вышел новый. Мы обсуждаем, естественно. Нравится, не нравится. Ну, часто дети делают замечания маме. Да. Подожди, а ты свои песни только показываешь или вообще говоришь, ребята, на рынке появилась новинка группа Грибы. У меня такие продвинутые дети в плане музыки. Они слушают музыку от классики, так как им сам Бог велел слушать классику, они все в музыкальную школу закончили. Но ты же понимаешь, что 50% артистов кто-то хочет, чтобы дети шли по их стопам, а другие, наоборот, говорят никогда и ни за что. Тебя карьера как-то не ошпарила, да? То есть у тебя не произошло так, что количество минусов перевесило, и ты вдруг говоришь, нет, ребята, вы знаете, идите-ка вы в нефтяник. Вообще, я считаю, что самые счастливые люди люди, которые связаны с музыкой. Вот такие творческие люди. А мы готовим. И это, между прочим, тоже творческий процесс. Ну, это тоже очень здорово, но мне все-таки кажется, что это более приземленные состояния. А тогда мы будем готовить с песней. Ну, готовить песни. Так как я песни умею совершенно, кто уж извиняюсь. Три частицы к музыке, да, хотя бы немножко. Надо музыки добавить. Что-нибудь надо, надо немножечко петь. Вот эту новую песню, которую у меня, да? Попробую. Поем. Опасная, как пуля, шальная. Выходит на танцпол вся загадочная. Заводит себя, доводит себя. Ну, просто необыкновенная. Парила, улетала, чудила. Она на вкус кипящая, кровь с молоком, а в голове дым, вернее, дурдом. Она на баре переборщила. Вот после этого как будут кушать наши блюда? И припев. Ты не стой, у нее на пути. Люда хочет войти. Люда хочет войти. Люда, не стой, у нее на пути. Люда хочет войти. Люда хочет войти. Люда. Вот такая у нас песня. Прекрасно. И теперь, естественно, вопрос, куда же Люда хочет войти? Какая еще дверь не открыта? Вот меня все уже спрашивают, куда же она хочет войти. На самом деле, у меня есть такая задумка, причем это мечта моя с детства. Сделать так, чтобы было очень большое, серьезное шоу и было агентство талантов. Вот лично у меня. Агентство талантов, мы уже начали строить это здание для агентства. Сейчас я в соцсетях объявила бесплатные благотворительные уроки вокала. И у меня даже есть в Инстаграме специальная страница, которая посвящается урокам вокала. А это все можно посмотреть, найти меня и увидеть эти задания, которые я даю. А откуда же это желание родилось? Неужели ты смотрела на некоторое количество наших продюсеров и думала, ах, ребятки, давай ты себя изжили и списали? Мне просто самой... Мне Слава самой хотелось сделать что-то очень полезное. Достаточно. Мы уже пережариваем, все выключаем и убираем. Да, и вот это все мы кладем в пастрюльку с картошечкой, да. Пошло. Я отойду? Есть. Нормально Люда готовит. Слава все делает за Людом. Так, вот они наши красивые фрикадельчики с лучком, с перчиком, с солью. Так, и добавляем туда в суп. Нам нужно сейчас чуть-чуть прибавить огня. Да, добавляем суп. И все туда же. И вермишельку мы сейчас тоже туда. Итак, макароны мы тоже сразу же после этого добавим. Сразу же. Мы все сразу же туда добавим. Почему я и говорю, что очень легко все и быстро. Мы, конечно, за разговором это гораздо дольше делаем, но по идее этому супику всего 15-20 минут нужно. Прекрасно. Друзья, поэтому прямо сейчас мы получили намек, что молчание это золото, иногда все-таки нужно и постоять закрытым ртом. Мы именно сейчас так и сделаем. Забросим лишь вот эту вермишельку, и после этого вы увидите, как наш суп практически доготовится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, от вас мы утаили только одно. Это то, что мы добавили лавровый лист, хотя вы это тоже видели. И осталось... Четыре листочка. ...самое последнее. Это нарезать лук, но мы уже, наверное, будем прямо в тарелочке. Мы его для вкуса и красоты нарезаем, и, конечно же, для витаминов, которые пойдут уже в тарелочку. Итак, кто у нас будет этим заниматься? Давай я буду резать. Да, сегодня не мой день. Так. А вот тебе я зато дам вот такой половинчик. Ой, спасибо. И буду надеяться, что ты уже будешь... И две тарелочки. ...наливать. А, вы знаете, у нас и дед, и папа часто, когда мама или бабушка что-то готовили, особенно вот суп, дедушка всегда приговаривал, потом уже папа от него перенял. Супчик жиденький, но питательный. Будешь худенький, но пузатенький. Вот я хотела сказать, что с этого супчика вот как раз мы не поправимся абсолютно. Еще хотела добавить, что мы вот пережаривали здесь лук и морковку, но я не всегда это делаю. Так. Очень часто я просто вместе с картошкой сразу же и лук, и морковку кладу и все это варю. И не обязательно абсолютно жарить, но просто жареное оно немножко добавляет в вкус. Давай параллельно будем с тобой пробовать. Боже мой. Потому что я-то уж забыл, какой он на вкус суп с рикадельками, а ты помнишь и скажешь, получился он у нас или нет. Попробуем водичку сначала. Вкусно. Не сильно солено, да и, наверное, и к лучшему. Я не люблю солено. Ну все, учитывая, что Слава увлекся уже супом. Слава не остановит. Вкусно, так аппетитно кужаешь. Самый вкусный суп – суп из детства. И тут вы точно поностальгируете по фрикаделькам, тонкой вермишели или крошечным макарончикам-звездочкам, от которых и сейчас просыпается аппетит. И его легко можно утолить, ведь готовится это блюдо быстро, а получается вкусно. Особенно, если картошку почистят за вас. А лук нарежут и обжарят с морковкой с добавлением ароматного растительного масла. Кстати, к творческой части лепки тех самых фрикаделек подключайте детей. Будет и веселее, и аппетитнее. Не успели записать этот рецепт? Тогда открывайте нашу программу на сайте тройное W твойдом.лайв. А также ищите фотоотчеты со съемок в наших официальных аккаунтах в соцсетях. Мы всегда рады вашим лайкам и репостам. Я так понимаю, что я первопроходец в плане супа с фрикадельками в этой программе. Поэтому я очень рада, что я смогу сейчас угодить очень многим абсолютно. И думаю, что сегодня как минимум полстраны приготовят. Это точно. Друзья, мы верим в вас. По крайней мере, вспомните об этом рецепте. И помните, что самое главное, это то, какую душу вы вкладываете в него. И еще запомните то, что нам посоветовали. Это нужно обязательно готовить с хорошим настроением. Мы уверены, что у вас было отличное настроение во время просмотра нашей программы. Никуда не переключайтесь. Тогда ваше настроение останется на прежнем уровне. Это телеканал Твой дом. Людмила Соколова, Слава Никитин и программа Бона Пяти. Увидимся совсем скоро. Пока! Давай-ка перекусим. Пока-пока.